Молодежь Красносельского заниматься спортом подгоняют стальной рукой. Одноименный турнир по армрестлингу отметил 15-летний юбилей. Основатель турнира – 16-кратный чемпион России, двукратный Европы и чемпион мира по бодибилдингу. По решению Александра Вишневского к розыгрышу кубка его имени не допускают чемпионов и призеров состязания, потому среди участников исключительно начинающие армрестлеры. Правда, примером им служат профессиональные атланты. Организаторы видят своё детище скорее как мотивирующее спортивное шоу для подрастающего поколения. Впрочем, даже некоторые взрослые после увиденного на время теряют дары речи. Почему брали армрестлинг? Потому что он наиболее доступен. Каждый может сесть и побороться на руках. И в принципе, если его грамотно преподносить, то это ещё к тому же и хорошее шоу. То есть, интересно это именно борьба. Все её видят и зрителям, как правило, нравится. А помимо этого, конкурс на лучший пресс, где просто ребята демонстрируют свой пресс. У кого лучший кубик, и по аплодисментам зрителей мы выбираем чемпиона. Один из таких желающих попробовать силу рук – 16-летний Тимофей Репников. В армрестлинге опыт минимальный. О профессиональных выступлениях говорить не приходится. Но, как считает спортсмен, это только пока. «Сейчас выступаю в лёгкой атлетике в толкании ядра. Занял второе место на чемпионате России. Было желание выступить в армрестлинге просто так, для веселья». Просто так, для веселья, лёгкоатлет из московского района запросто одолел двух соперников. Ему, как и другим финалистам, подарили абонемент в фитнес-клуб для дальнейшей закалки тела и духа. «Стальная рука» 15 лет назад приветствовала борцов скромных местечковых соревнований. Теперь турнир носит статус открытого. Свой возможный старт в серьёзное спортивное будущее здесь ежегодно берут гости как со всех районов Петербурга, так и из других городов.